Вы согласны с тем, что вы нарушаете? Да? Понятно. Огурцы, помидоры, клубника, черешня и абрикосы, как говорится, можно, да только не в этом месте. По закону лоток считается нелегальным. Владельцу выписан административный протокол. Жители дома, под чьими окнами каждый день идут в продажи, говорят, здесь бойкая торговля постоянно. Уж больно место проходное. Ну, ветку, а ну зачем вот это надо? Ну, зайди ты в магазин, там полно всяких помидоров, огурцов. Ну, я так думаю, надо очищать, очищать вот от этого всего. Дамское нижнее белье прямо на выходе из метро. Тоже под запретом. Разрешения на торговлю у гостей из Киргизии нет. Да и штраф уже не первый. Сначала заплатила полторы тысячи, теперь придется отдать пять тысяч рублей. Женщина утверждает, денег не хватает, вот и занялась сомнительным бизнесом. У меня муж болной, лежит дома, у меня хрома никого нет, только я один. Я ему сказала, дай, пожалуйста, вот неделю торгуем, я заберу муж, уезжай домой. Чтобы торговать на законных основаниях, предпринимателям необходимо написать заявление в администрацию района и подписать договор с муниципальным предприятием ярмарки Самары. Стоимость аренды торговой площади семь с половиной тысяч рублей. Но далеко не все продавцы торопятся узаконить свою деятельность. С начала года документы оформили порядка 15 предпринимателей. С остальными разговор короткий. Сотрудники полиции, которые имеют на это право, составляют соответствующие протоколы. Вот, и, скажем, товар у нее изымается, не конфисковывается, ничего, просто изымается. Для приобщения в качестве, скажем так, вещественных доказательств или что-то в этом роде. А после рассмотрения административного протокола данный товар собственнику возвращается. Рейды по выявлению незаконной торговли проходят каждую неделю. И многим предпринимателям штрафы выписывают повторно, а то и в третий-четвертый раз. Оплатить его необходимо в течение 100 дней. Иначе бизнесменам может грозить другое наказание – лишение свободы на 15 суток. Марьяна Мирная, Василий Колдашов. События.